К сожалению, в Казахстане с этим гораздо сложнее, и я думаю, что процесс этот наш будет несколько труднее, чем процесс в России. Хотя Россия сама себе создает такие дополнительные препятствия в виде санкций, контрсанкций с Западом, где происходит выбивание ее из этого формата Всемирного торгового организации. Она сама себе устраивает трудности на ровном месте, вместо того, чтобы развивать очень эффективно промышленно-капиталистические отношения в стране своей, они сейчас попадают в такую ловушку временную, когда начинают конкурировать с Западом, совершенно не в тех сферах, в которых это можно было делать цивилизованно. Малихан, можно ли ожидать каких-то новых госпрограмм поддержки бизнеса, поскольку бизнесу помогали и до этого, когда мы не были членами Всемирной торговой организации, а теперь у них появляется еще больше шансов на внешних рынках. И в этой связи можем ли мы в ближайшее время увидеть новые программы поддержки бизнеса, которые… Безусловно, безусловно, Магомед, потому что вот этот переходный период, я прежде всего здесь отмечаю такие отрасли, как сельское хозяйство, мы уже об этом не раз говорили на вашей передаче, что, к примеру, мы не всегда можем сохранить тот урожай, который у нас выращен. Что касается даже зерна, производим там фактически 25 миллионов тонн, но убираем там 19 миллионов тонн, 6 миллионов тонн остается на полях. У нас не хватает перерабатывающих мощностей, у нас не хватает мощностей по хранению элеваторов в соответствующих новому времени. То есть элеваторов – это таких хороших, мощных технологических предприятий, которые сохраняют зерно очень длительное время. Я думаю, что для сельского хозяйства очень актуальны перерабатывающие производства, которые будут заниматься переработкой овощей, мяса, молока и так далее. Для того, чтобы насытить наш отечественный рынок отечественными продуктами, и это является самой главной политической задачей, для сельского хозяйства нужно придумать вот эти вот госпрограммы поддержки, которые в течение 7 лет надо быстро реализовать, чтобы уже по истечении 7 лет, когда исчезнут вот эти тарифные барьеры все, чтобы наш производитель мог напрямую конкурировать с датчледи, продукцией Голландии в молоке, с аргентинским мясом и так далее. Я думаю, что и в производстве, в животноводстве здесь тоже нужна очень мощная программа. Денег туда надо, я думаю, вкачивать сегодня, надо вкачивать примерно каждый год столько, сколько до этого вкладывалось. Это очень трудная задача, я не знаю, правительство пойдет на это, не пойдет, но это, я считаю, что это будущее нашей экономики, будущее нашей страны. Валерий Хан, каких отраслей, каких сфер бизнеса коснется максимальная конкуренция на внешних рынках, как вы считаете? Максимальная конкуренция на внешних рынках коснется, конечно, малого и среднего бизнеса. Малый и средний бизнес у нас находятся в плачевном состоянии, к сожалению, 17% в общей структуре занимает. И для того, чтобы нам поднять малый бизнес хотя бы до 50% в общей структуре экономики, тоже необходимо сделать очень много. Нужно либерализировать очень много вещей, отменить очень много запретов, отменить очень много лицензирования. Наш представитель малого бизнеса спокойно должен заниматься и золотодобычей, и обработкой драгоценных камней, и производством оружия, если хотите. То есть очень много сфер надо либерализировать для того, чтобы малый и средний бизнес у нас начал заниматься производством той продукции, которую делает малый и средний бизнес в других странах, и прежде всего в развитых странах. Не просто сдавать свои земли в аренду какому-то сельскохозяйственному фермеру успешному, нет, это отнюдь. Надо заниматься и внедрением новейших технологий в сельское хозяйство, заниматься производством минеральных удобрений, заниматься производством высококалорийного компоста для земледелия. То есть очень много таких вещей, которые наука может предложить и уже предлагает в странах Запада, в Европейском Союзе в частности. И мы видим, какая эффективность и какая производительность труда в тех странах. Если мы отстаем от развитых стран примерно в 5-10 раз по производительности труда, то надо понять, сколько надо, как надо вложиться в эти сектора, и как надо помочь, чтобы наша производительность труда хотя бы отставала всего лишь в 2 раза. Любой маленький прирост хотя бы на 1% по производительности труда будет означать дополнительные доходы для нашего государства, будет означать дополнительные условия для реализации наших внутренних экономических проектов. Конечно, государство очень много делает для того, чтобы структуру экономики усилить. Мы очень хорошо сейчас взаимодействуем с Китайской Народной Республикой по созданию экономического пояса шелкового пути, при котором на этом поясе будут создаваться новые производства, привозиться новые технологии из Китая, даже те, которые, может быть, сегодня для Китая не актуальны, они актуальны для нас, остаются, производство прищепок, условно говоря, и так далее, и так далее. То есть все эти виды промышленного производства должны быть и у нас. Мы должны производить и свою обувь, и свою одежду, и свои пуговицы, и свои расчески, то есть всю мелочь, и авторучки, и так далее, и так далее. Вот тогда наш национальный рынок будет складываться как рынок, который может предложить мировому сообществу, всемирной торговой организации, глобальному формату свою продукцию. Свою часть продукции может быть чуть дороже, чем в развитых странах, может быть, чуть дороже, чем в Китае или Турции. Тем не менее, для нашего региона это был бы существенный прорыв вверх, и тогда мы бы получили более хорошие результаты от своего членства в евразийском экономическом связи, если бы мы хотя бы своими прищепками заполонили бы 170-миллионный евразийский рынок. Это было бы уже хорошо. Другое дело, такие отрасли, которые тоже должны иметь хорошую господдержку, это автомобилестроение, машиностроение. Узбекистан на сегодняшний день будет производить около 700 тысяч автомобилей в год. Мы знаем, в Турции производится более 1 миллиона автомобилей в год. Эти автомобили продаются не только в Турции, они продаются по всему региону. В этом отношении мы тоже отстали. Мы производим какие-то 20-30 тысяч автомобилей в год, и это абсолютно недостаточно и не покрывает рынок Евразийского экономического союза. В России из-за санкций производство автомобилей уменьшается, так мы должны заполнять этот рынок уже своим, мы должны воспользоваться моментом, чтобы заполнить своими автомобилями российский рынок, предложить российскому покупателю автомобили, которые у нас произведены, ну там или по лицензии, или как хотите. То есть в этом отношении для малого-среднего бизнеса вступление Казахстана в ИТО – это такая лакмусовая бумажка. Или мы выдержим, выстоим вместе при помощи государства, вместе с государством, но обязательно при помощи государства, или наш малый-средний бизнес так и останется чахлым. Когда мы декларируем цели вступления Казахстана в 30-ку самых развитых стран, то это предполагает, что эта 30-ка как раз состоит из всех тех членов ВТО 160, которые существуют на сегодняшний день в мире. Поэтому мы должны понимать, что в 30-ку, чтобы попасть, надо вот эти 160 стран во многом обогнать и перегнать. Конечно, для малого-среднего бизнеса это будут новые условия конкуренции. Сюда придут, я думаю, к нам высокотехнологичные компании, которые занимаются переработкой информации. Технологический сектор должен сюда прийти. Я думаю, что сюда должны прийти и финансовые крупные компании мировые, которые должны показать нам действительный стандарт этой либеральной финансовой экономики. Банки должны крупнейшие прийти. О чем говорит президент, что мы хотим в 2017 году из Астаны сделать региональный финансовый центр, а в Алма-Ате оставить региональный, а в Астане сделать такой мировой финансовый центр. Для этого нужно сделать очень многое. Для этого нужно изменить наше законодательство, чтобы крупные банки, инвестиционные компании, хедж-фонды сюда заходили легко. Для Алматы, я думаю, может быть, это на следующей передаче обсудим. Очень хорошо бы было, чтобы не заниматься проектами, может быть, в ближайшее время Олимпийских игр, а заниматься проектами, строительство, допустим, Трамп Тауэрса, здания корпорации Трамп, в которой его друзья все сидят, мощные корпорации. Это бы придало большой вес Алма-Ате и придало бы большой импульс развитию малого и среднего бизнеса. И большого бизнеса, конечно, прежде всего. Если придет такой человек, как Трамп в Казахстан, кстати, он сейчас является основным кандидатом от республиканской партии на выборы президента Соединенных Штатов, то, я думаю, для Алматы и для Казахстана это было бы очень мощный показатель того, как мы на самом деле ориентируемся существовать во всемирной торговой организации. Или мы будем, значит, как аутсайдеры этого процесса, или мы все-таки будем привлекать самые лучшие, самые мощные корпорации, самые мощные технологии, самые мощные технологии по развитию малого и среднего бизнеса, чтобы именно Алма-Ата, как средоточие экономики Казахстана, из которого поступает почти 40% в государственный бюджет, она развивалась еще дальше, еще мощнее. Валихан, на мой взгляд, отдельно взятому предпринимателю сложно сориентироваться в этой ситуации, что отправлять на внешние рынки, как конкурировать на внутреннем рынке, может быть более-менее понятно, но поскольку не только мы открываемся для импорта, но и другие страны тоже открываются, для нас, может быть, международный опыт показывает какие-то способы сориентировать бизнес, в каком направлении лучше двигаться, может быть, государственная будет какая-то программа, которая поможет нашему бизнесу ориентироваться, или не было таких аналогов? Вы знаете, для вновь вступившей страны, такой как Казахстан, актуально все практически. То есть мы можем говорить и об образовании, мы можем говорить и о здравоохранении, мы можем говорить и о производстве, мы можем говорить о банковской сфере, страховой сфере и так далее. Для нас сегодня все актуально абсолютно, потому что не двигая одно, ты будешь фактически отстранен от движения в другом смысле. То есть вся экономика в любой нормальной стране, она вся взаимосвязана. Все предприятия являются частью огромной национальной цепи вот этих вот предприятий экономики этой страны. То есть если внутри страны не будет чувствоваться необходимость того или иного предприятия, то значит и вся отрасль будет такая. Если мы будем производить, например, только отвертки, то мы никогда не сможем производить полноценные автомобили и так далее. Если мы не будем заботиться о роли рабочего, который собирает эти автомобили, то мы никогда не будем говорить о страховании его жизни, о его работе и так далее, об откладывании денег на будущее. То есть все имеет свой этот смысл. И этот смысл заключается не в каком-то вот ранжировании тех проблем, а в осознании вот этого центрального звена, что мы должны очень много сделать для того, чтобы сделать нашу экономику эффективной. По всем параметрам мы должны стремиться сделать это. Не только создавая условия для иностранных инвесторов, прежде всего нужно создавать условия для отечественных инвесторов. Не только создавать финансовый мировой центр для Астаны, который будет работать на основе английского права, англосаксонского права. Но и в Алма-Ате должны быть такие условия.